МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это Дмитрий Книга и новости Ленинского района. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Депутат Московской областной думы Владимир Жук провел прием населения. Частую обращаются общественники. Это благоустройство территории, это управляющая компания. В Видновском художественно-техническом лицее состоялся урок мужества. И вот трудового красного знамени я получил еще в Советском Союзе за постройку аппаратов. Премьера спектакля по пьесе Ивана Крылова «Урок дочкам» в центре досуга деревни Мамонова. Что ты здесь? Ты что с тобой делаешь? Ты поехал в Петербург. Подожди, ты же осталась в Москве. Что ты делаешь? Подожди, подожди, Даша. Это мы ничего с тобой. До завтра ведь не узнаем. Областной депутат Владимир Жук провел свой ежемесячный прием населения. Обычно за один рабочий день к нему обращается порядка 20 человек. И у каждого своя проблема. Работа с населением – одно из главных направлений деятельности народного избранника. Депутат Московской областной думы Владимир Жук проводит прием жителей Ленинского района каждый второй вторник месяца. К нему обращаются с самыми разными проблемами, но чаще всего приходят люди, попавшие в тяжелую жизненную ситуацию. Пенсия Людмилы Селезневой составляет всего 10 тысяч рублей, а ей необходимо сделать дорогостоящую операцию. Владимир Жук выслушал просьбу и пообещал помочь. Мне очень он понравился. Очень приятный. Он вообще не человек. Мне с ним было очень комфортно беседовать. Ну, в общем, я бы осталась очень довольна. Депутат проводит прием вместе со своими помощниками, которые фиксируют обращения граждан и объясняют юридические нюансы. Как правило, большая часть обращений – это просьба о материальной помощи. Ольга Абасова – многодетная мать. У нее четверо детей и сейчас наступил момент, когда потребовалось улучшить условия в детской комнате. Но на ремонт средств не хватает. Я состою на учете в судзащите, то есть как малоимущая семья. Получаю там пособия. У них все мои данные тоже есть. Владимир Жук объяснил, что полностью покрыть сумму ремонта депутатский фонд не позволит. Но часть денег Ольга обязательно получит. По мнению народного избранника, в подобных ситуациях очень важен индивидуальный подход к каждому обратившемуся. Людям живется не всегда просто. И даже вот те средства, которые мы выделяем, они не всегда большие. Они могут помочь в определенной жизненной ситуации. Ну, зачастую обращаются общественники. Это благоустройство территории, это управляющая компания, это обустройство дворов. Сегодня приходил предприниматель, который хочет создать приложение мобильное для мобильного телефона. Таким образом продвигать фермерские продукты Ленинского района для жителей городских. Прием населения ведется по предварительной записи. Однако, если в день обращения приходят люди, попавшие в сложную ситуацию, депутат и его помощники принимают всех в порядке живой очереди. Дмитрий Книга, Николай Карбанов, Елена Кошелева, Видное ТВ. 12 марта в нашей стране отметили 140-летие со дня образования уголовно-исполнительной системы России. Ее история началась в 1879 году с подписания императором Александром II указа о создании главного тюремного управления, положившего начало организации единой государственной системы исполнения наказаний. В честь праздника сотрудников Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ленинскому району пригласили в администрацию. Уважаемые сотрудники Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ленинскому району, мы сегодня пригласили вас для того, чтобы поздравить со значимой датой. Заместитель главы администрации муниципалитета Алексей Селезнёв поблагодарил сотрудников ведомства за добросовестную работу, а также вручил особо отличившимся грамоты и памятные подарки. Почётные грамоты главы Ленинского муниципального района и ценным подарком награждаются капитан внутренней службы Орехов Дмитрий Юрьевич. В Ленинском филиале управления всего четыре сотрудника, но вместе с администрацией района они делают очень важное дело. Занимаются социализацией и трудоустройством лиц от бывших наказаний в местах лишения свободы на предприятия муниципалитета. Эта работа непростая, я вам скажу, мы понимаем, что человек там отсидел 10-15 лет, его трудоустроить непросто. Но у нас в стране есть такая служба, вот этот филиал управления и администрация района, конечно, оказывает помощь в виде налаживания связей с предприятиями, учреждениями, организацией района для того, чтобы трудоустроить таких людей. Также сотрудники филиала управления осуществляют исполнение уголовных наказаний, не связанных с изоляцией от общества, работают с людьми, которых приговорили к условному сроку, исправительным обязательным работам, домашнему аресту и делают все возможное, чтобы человек больше не вернулся к преступной деятельности. В Видновском художественно-техническом лицее состоялся урок мужества. Подобные мероприятия уже стали традиционными в Ленинском районе. На них ребят знакомят с героическими страницами российской истории и людьми, которые своей жизнью показывают пример служения Родине. В этот раз встреча школьников состоялась с героем России Евгением Черняевым. На сцене макеты подводных лодок, батискафов, на стендах красочные фотографии затонувших кораблей и обитателей морских глубин. Герой России Евгений Черняев посвятил свою жизнь исследованию морей и океанов. Он не только погружался на дно, но и сам строил глубоководные аппараты, и ему есть что рассказать ребятам. Звание Героя России было присвоено Евгению Черняеву в 2008 году, как сказано в президентском указе, за мужество и героизм, проявленный в экстремальных условиях, и успешное проведение высокоширотной арктической глубоководной экспедиции. О ней он также рассказал ребятам. Уроки мужества в Видновском художественно-техническом лицее проходят довольно часто. Мало того, сами лицеисты нередко их организуют, и сейчас в зале они не просто слушатели, а активные участники процесса. Могут ли оставить равнодушными детские сердца настоящие морские приключения? Вопросов учащиеся задавали много, и Герой России на них подробно отвечал. А заодно и показывал свои трофеи, привезенные из многочисленных экспедиций. Ведь он участвовал и в подъеме затонувшей подводной лодки «Курск», и в исследованиях «Титаника». Не в каждом музее по «Титанику» вы можете увидеть хоть один предмет из «Титаника», а здесь вот реальный обломок блюдца, там осадок вот еще от «Титаника». «Титаник» на глубине около 4 километров лежит. Показал Евгений Черняев и фильм, в котором рассказывалось о тех местах, где ему удалось побывать. По сути, урок мужества стал еще и знакомством с героической профессией и захватывающим уроком географии. Это и профориентация, это ориентирование детей на, в общем-то, построение карьеры в будущем. Это открывает им новый мир, потому что не все из того, что сегодня ребята услышали, они хотя бы чуть-чуть слышат на уроках. Это очень интересная профессия. Мне, как инженеру, в прошлом очень интересно. Ну и вообще познание мира. У детей действительно открываются глаза. Действительно, судя по всему, нынешний урок мужества останется в памяти ребят надолго. А кто-то уже сейчас задумался о своем будущем. Мне понравилось, как рассказывали про затонувший «Титаник». А, ну вот скажи, ты не мечтаешь стать подводником после всего этого рассказа? Ну, есть немного мыслей об этом. Скажи, а тебе что понравилось? Мне тоже про «Титаник» очень понравилось. Я бы тоже очень хотела бы стать подводным исследователем. А еще этот урок показал ребятам, что герой – это не что-то далекое и недосягаемое. Герои живут среди нас и готовы поделиться своими воспоминаниями и опытом. Максим Козлов, Владимир Бижонов, Ольга Садовская. Видное ТВ. В ходе текущего ремонта аварийных участков дорожного полотна сотрудники Дорсервиса провели ямочный ремонт на улице Строительная. По словам специалистов, перепады температур – главный враг дорожного покрытия. С каждой оттепелью неизбежно появляются все новые провалы в асфальте. Вот сейчас нальет воды, потом подморозит, потом опять оттепель пройдет, и он начинает разрушаться. То есть он разрушается абстрактно. Вот мы стоим, вот сейчас здесь сухо. Вот может завтра вот тут яма образоваться, вот прямо на ровном месте. Поэтому работы по ямочному ремонту ведутся круглогодично. Карта работ составляется по результатам мониторинга обращения жителей на портале Добродел. Но теперь появилась еще одна возможность обращать внимание на подобные проблемы. Недавно активисты Общероссийского народного фронта создали аналог Добродела для всей России. Достаточно зайти на сайт дороги.онф.ру, найти на карте свой город и отметить на ней участок дороги, который нуждается в ремонте. Как только отметка появится на сайте, жители смогут проголосовать за ту или иную улицу. Та, что наберет наибольшее количество голосов, будет отремонтирована местными властями в первую очередь. В центре досуга деревни Мамонова состоялась премьера спектакля по пьесе Ивана Крылова «Урок дочкам». Театральный коллектив впервые отошел от привычных детских сказок и показал взрослую постановку. На спектакле побывала наша съемочная группа. До пьесы «Урок дочкам» самобытный театральный коллектив из деревни Мамонова ставил лишь детские сказки. Но маленькие зрители выросли и теперь сами участвуют в спектакле на ведущих ролях. «Урок дочкам» Художественный руководитель театрального коллектива Екатерина Гусева идею поставить именно эту пьесу задумала давно. Премьерный показ успешно воплотил мечту режиссера в жизнь. Много-много лет назад мы с моим другом думали над этой пьесой и даже были какие-то попытки, может быть, частичного поставить к определенному празднику. Там это было тематически. Ну, а вот сейчас это вспомнилось. Я посмотрела на ребят, это очень хорошо раскладывалось, на мой взгляд, на исполнителей. И мне хотелось дать им опыт Водевиля. Вообще считается, что в театральных школах, прежде чем играть в Шекспира, играют в Водевиле. Матвей Федин занимается театральным искусством уже 4 года. За это время он успел попробовать себя в разных амплуа. Его герой в этом спектакле – ушлый деревенский парень Семен, влюбленный в крестьянку Дарью. Они собираются сыграть свадьбу, но денег у жениха нет, и он решается на аферу, в ходе которой попадает в дом к барину под видом француза. По словам юного актера, его персонаж – обаятельный Альфонс, способный выкрутиться в трудной ситуации. А выйдя из этого образа, он рассказал про свой путь на театральные подмостки. У нас здесь ставили кукольные спектакли, люди, самодеятельность была. И у нас в нашей деревне живет профессиональный режиссер. И наш директор клуба, Панина Нина Ивановна, она пригласила этого режиссера, чтобы он эту самодеятельность превратил, вывел на профессиональный уровень. И когда это уже все началось, закрутились, появились первые спектакли, которыми я был зритель, я решил участвовать в этом всем мероприятии. Помимо юных актеров, в спектакле была задействована профессиональная актриса. Вера Беленинова сыграла роль няни-дочи-хозяина. В ее исполнении героиня получилась искусно простой, но очень впечатлительной и энергичной. Боже, ну, боже, как это должно быть весело! Эта роль очень интересная, я бы не сказала, что она сложная, потому что это комедия, комедия положения. Выдевили вообще, мы первый раз сыграли взрослый спектакль, в общем-то, это хорошо. Вот, ну и характерная роль, я характерная актриса, так что очень приятно, что людям понравилось. Зрители высоко оценивали игру актеров и работу режиссера. Спектакль позволил им вдоволь посмеяться, а также получить удовольствие от качественной постановки. Он мне очень понравился, с таким наслаждением посмотрел, просто подъем эмоций, здорово, молодцы! Ребята, я вас очень поздравляю, поздравляю Екатерину Георгиеву, это режиссерский успех в любом случае. Вот, она вытащила из вас весь темперамент, спектакль абсолютно логичен. Смотрится на одном дыхании, логика выстроена режиссерски, просто безукоризненно. Премьера пьесы оказалась успешной. Об этом свидетельствовали громкие овации зала и торжественные возгласы «Браво!». Арсений Рогозянский, Егор Хлябич, Елена Кошелева, Видное ТВ. И о погоде. В четверг будет пасмурно, ожидается небольшой снег. Днем плюс два, ночью минус один. Ветер южный, четыре метра в секунду. На сегодня это все. Желаю вам только хороших новостей. Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова